Всем привет! Мы в Кемере. Сегодня 23 октября. Идем просто гулять. Покажу вам тут отели какие находятся. Погода прекрасная. 31 сегодня у нас. Вот проходим Орошрам. Здесь достаточно. Вход сделан как в Амстердаме. Железнодорожный вокзал. Похоже на него. Имитация. Дальше у нас идет Барут. Барут тоже 5-звездочный отель. Сейчас мы подойдем к входу. Смотрите, кто в масках, кто без масок. Я уже говорила, по желанию. Маски можно получить на рецепшене без проблем у кого нет. Так что сами решаются в масках вам ходить или без. Вот. Кемер Барут коллекшн. Мы смотрели, тоже рассматривали этот отель. Он немножко дальше от центра, чем наш. Поэтому все-таки остановились на том, на Кристалл Делюкс. Вот это Барут. Относительно новый отель. Сейчас я вам покажу, где мы. Слева горы. Справа отели. Остановки автобусов идут. Здесь направление они держат на Кирч. По прямой. Там уже выезд получился. Поворот. И идут они. Вот территория. Вот котик живой. Ох, живой. Ой, я уже испугалась, что... Ой, 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 не трогай его. Он что-то активный очень. Лежал такой битковый голос у него, конечно. Такой му-у-у. Вот эти девочки какие. Красотенькие. Похоже на территорию. Отель работает. Борутся с рабочий отель. Оранж Каунт тоже рабочий отель. Не все отели работают. Но сколько мы проходили. В основном в Кемере пока еще отели до конца месяца работают. Дальше будут смотреть, есть ли наполняемость будет. Будут работать. Если не будет резервации, конечно, отели будут закрываться. Раньше отели тоже зимой работали безостановочно. Вот как у нас АКО. Она практически не закрывается. Там какой-то может месяц перерыва для персонала, для всех. Но АКО работает круглогодично. В этом году не знаю. В АКО мы всегда ездили. В этом году не получилось поехать. Все было выкуплено. А мы брали в последний момент, так как не знали полетим или не полетим, то АКО у нас оказалось в пролете. А то, что у нас было зарезервировано на две недели в АКО, на октябрь месяц, у нас все аннулировали. Так как мы летели с фирмой Кориндон. Кориндон все аннулировал. Нам пришлось взять другую фирму немецкая. немецкая туроператор из Германии. Вообще что-то там... Летели мы через Стамбул. Не напрямую. Там был у нас трансфер на Анаталию. Багаж перебросили из самолета в самолет. И мы полетели дальше. Вот такая система прилета суда. То есть прямого с Бельгии у нас нет. Как раньше. Брюссел, Анаталия. Такого уже у нас нет. Пока нету. Не знаю, когда они возобновят свои перелеты. Поэтому... Хоть как-то, но вылетели. Смотрите, вот двери. Шикарные. Его сохранили. Хотя оно посреди пешеходной дорожки. Так что кто хочет очень сильно прилететь. Есть другие пути. Не напрямую, конечно. Но можно хоть как-то сюда прилететь. Сезон прошел так. Не очень хорошо, конечно. Но относительно... Не жалуются они. Так как с августа месяца начали летать самолеты постоянно. И этот месяц так был полон туристами, что все было забито. Все отели были забиты. Свободных мест не было. За этот месяц они успели отбиться, как говорится. Со знакомыми разговаривали. Никто не жалуется. Все нормально. Все отлично. Посмотрим, что будет дальше. Говорится. Зиму бы пережить, а там, может быть, что-то и будет. Дальше. Дубл-три. 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 Байхил. Сколько везд? Не знаю. Сейчас посмотрю, где-то. Нет, это вход центральный. Не знаю. Не скажу. И дальше идем гуляем. Получается так, что вот море по прямой. Вот море. Выход на море. Тут все отели. Это, получается, первая линия со своим пляжем. От всех отелей свои пляжи. То, что отели находятся через дорогу, тоже имеют пляжи. Но через дорогу, получается, то есть. Это уже, значит, надо немножко одеться, чтобы перейти дорогу и прийти к своему пляжу. Конечно, удобнее, когда ты прямо в отеле. В это же время ты пошел сразу и на пляж, ты пошел в бар. Ну, короче, чтобы все было под рукой. Мы больше так любим. Чтобы не утруждать себя перед диванием, одеванием, переходом через вот такую вот дорогу, в которую машины безостановочно носятся. Никаких светофоров, ничего тут нету на данный момент. Поэтому лучше, когда первая линия и без всяких дорог. Не знаю, мне напрягает, когда вот так вот через дорогу надо переходить. Какое-то неудобство получается, если честно. Дальше у нас еще один отель. Сейчас посмотрим. Crystal Aura Beach Resource & Spa. Еще один кристалл, система Crystal Hotels. Одна и та же система. Кристалл на любителя. У меня кристалл так наравне с беем. Все беи не лучше уровень. Также и кристалл я отнесла к этому уровню. Извините, но немножко... Пять звезд, но увы. Ну, максимум внутри с половиной, но не больше. Не понравилось. Много чего не понравилось. Что понравилось, так это расположение, центр Кемера. Все, на этом все заканчивается. Спросите меня, поеду ли я еще раз в Кристалл? Навряд ли. Халява? Подумаю. За деньги? Нет. Вот так вот. Не наше это. Ну, извините, когда сидят вечером в доску пьяные, орут матом, что женщины, что мужчины. И еда одна и та же каждый день. Разнообразия никакого. Хотя так хвалили. Мы смотрели 9% в интернете. От десяти девятку дают. Ну, думали, хоть что-то будет. Ну, увы, ничего. Ну, не знаю, кто любит кристалл, вперед. А я... Нет. Ну, нет. Как бы персонал не был хороший и любит. Я не говорю про персонал нормальный. Нет проблем с персоналом. Проблемы, наверное, в самом отеле. Что заявляют одно, ожидаешь одно, получаешь другое. Вот и все. Сталкнулись с тем, что резервировали четвертый этаж. Самый высокий, с видом на море. Когда приехали, нам в нем отказали. Хотя мы дополнительно заплатили деньги за это. Нам отказали в этом. Сказали, извините, я на четвертый этаж закрыт. Разбирайтесь с менеджером. А где тут менеджер? Его никто не видел, не слышал. То есть ждите, пока менеджер появится. У нас отпуск закончится. Но мы за четвертый этаж заплатили, извините, 60 евро за человека. Но мы не получили его. И что нам делать? А вот ничего. Ничего ты не сделаешь. Все. Выбирайте любой другой номер, но только не четвертый этаж. Можете первый, второй, за третий. Но не четвертый. Ладно. Смирились. Ну а что? Кому легко? Второй нюанс. Написано, что мини-бар пополняется каждый день регулярно. То есть должны дать колу, спрайт, минеральную водичку, простую водичку. И что еще у нас? Фантом. Что вы думаете? Открываю я мини-бар. Вместо всего указанного одна вода проста лежит. Просто без газов, без ничего вода. Положили мне 4 бутылки обычной воды. Извините, если у нас ультра ол линд, сами давитесь этой водой. Зачем она мне? Я могу и так его где-то попить. Ну что? Уже тут у меня пошла на рецепцию. За 5 секунд мне доставили в двойном количестве, в двойном размере это все в номер. И не только мне, но всем по этажу принесли. Я уже видела, как они просто на руках это все разносили. Надо требовать. Потому что, я говорю, вы работаете по системе ультра ол линд до конца октября. Правильно? Правильно. Хорошо. Тогда обслуживайте так же. Но когда ты приходишь в ресторан и не получаешь пищи нормальной, а одно и то же каждый день. Какой-то гуляш непонятно с курицей. И там вот туда перец добавят. То зеленые гороши. Ладно. Дали рыбу, вроде красную, такими кусочками покоцаную. А к рыбе ничего нету. Я говорю, ну хотя бы дайте гарнир какой-то. Я не знаю, ну фриты. Дайте хотя бы. Или картошку, пюре. Или что-нибудь, как обычно. Всегда в Турции это однозначно есть. Пюре и фриты. Увы, нету. Я говорю, а с чем тогда рыбу есть? В общем, с хлебом или что? С салатиком. Ну тут пришел шеф-повар и за 2 секунды мальчик побежал и принес упаковку фрит. И все клиенты были довольны и счастливы. Приготовили эти фрит. Извините, для 5 звезд ты должен попрошайничать постоянно еду? Нет. Это не нормально. Поэтому вот это такой большой минус от Турции, что я просто не могу вам рассказать. И еще что. Короче, еды как бы выбора нету. Еда есть, но выбор, но столовка. Столовка-столовка, но просто вот не знаю, не 5 звезд. Я говорю, ну не 5. Так в 5 звездах они готовят. Так. Может быть оно и вкусно. Но вот когда вот такие вот маленькие вот мясо. Вот мне хочется вот эту вот похлебку дурацкую есть. Намешанную кистью вместе. Там еще каком-то соусе, какие-то кусочки мяса и кучи всякого. Макарон. Ой, макароны. Морковка, лук туда положили. Еще перец. Какой-то все это перемешать, перемешать и подают. Каждый день одно и то же. Но в бирочке написано, сегодня у нас гуляш из кролика. А сегодня у нас гуляш из птицы. А сегодня у нас... А там внутри одинаково каждый день. Я уже просто специально начала пробовать. Надпись меняется. Блюдо одно и то же. Нормально это? Нет, я считаю, что нет. Так что выбирайте сами, куда вам ехать. И вначале посмотрите, почитайте. Оно может быть и отзывы хорошие как бы. Потому что я видела, что вроде отзывы на наш кристалл были неплохие. 9,2 это очень много для таких отелей. Но оно не совпадает с действительностью. Как будто, знаете, хорошие отзывы все ставили, а всю правду взяли на удаление поставили так же, как будто это спам был. То есть только хорошее. Плохого про нас не пишите. Так что вот не знаю. Вам выбирать, куда ехать. Хотите в кристалл? Нет проблем. Если основное только перекусить и на экскурсии, и не сидеть вообще в отеле, добро пожаловать. Но иногда хочется за те деньги, что ты заплатил, получить обслуживание. Он не дешевый отель, чтобы так обслуживать туристов. Ну извините, все молчат почему-то. Я не понимаю. Но, наверное, ходят все равно, жалуются относительно. Я видела, на рецепте люди разборки ходили. Но когда приезжаешь, хочешь отдыхать, а не ходить разбираться. Как тоже, ну послали бы меня к менеджеру. Нашла бы я этого менеджера. Три дня бы его искала. Наконец-то его бы нашли бы мне. Потом бы начали бы мозги мне компасировать. Потом поменяли бы номер. Это снова нервотрепка. Когда находишься на отдыхе, хочешь отдыхать, а не заниматься хернёй, извините. Вот так я вам скажу. Поэтому ваше решение. Вы решайте, куда вам ехать и как ехать. Ну, сертификат они получили. Толку что не получили. Еще бы они соответствовали все сертификатам. А то везде у них стоят это, что мы чистим. Все хорошо. Извините, четыре дня мы уже прожили. У нас ни разу даже не про пылесос или не то что там что-то. Какой сертификат. Да, чтобы открыться они получили сертификаты. Они многие получили. Соответствовать и действительности. На пляж приходишь, берешь эти лежаки. Они грязные. Уже неизвестно сколько дней. Их не вообще, может, месяцами их уже не чистят вообще. Там сок. Там все что угодно. Еда прилипшая. Это что? Тут сегодня наблюдала. Подруга одна. Не знаю. Жена чья-то из персонала или еще что-то. Как они перед ней схватили дезинфектор. Давай быстрее ее лежачок протирать. Полотенечки принесли, постелили. Столик ей протер. Ох, чуть ли не там не обдували. Пожалуйста. Хорошо. Ей все сделали. Но это было единичный случай из всего, что я сегодня видела за утро. Это нормально? Ну, конечно, нет. То есть для кого-то делается то, что они должны делать для всех клиентов отеля. Но тот вообще ноль. Так что то, что они получили эти сертификаты, это все на бумажке. Получили и все. И забыли. Туристы приехали. Все, им больше ничего не надо. Это самое главное. Корона, не корона. Им все равно, поверьте. Что они дают, так это только маски выдают. Бери, не хочу. И дезинфекторы везде стоят на всех этих входах-выходах. Мы живем тут 4 дня. У нас один раз температуру померили, когда мы заселялись в отель. И один раз перед ужином. Вот и все. Вот. Мы идем по направлению бульвара Татерк. По другой линии. Перешли на другую сторону дороги. Короче, буду заканчивать свой сегодняшний репортаж, как говорится. Решайте сами. Все в ваших руках. Выбирайте себе отель, какой вы хотите. Читайте отзывы. Чтобы потом просто не было огорчения от поездки. Вот честно. У меня такой осадочек большой остался. Мы еще не уезжаем. Нам еще тут быть. Но уже вот это вот один плюс один плюс один. Нюансики такие уже накапливаются. Уже перебор, честно говорю. Во многих отелях отдыхали. Уже для себя любимое нашли. Но извините. Иногда просто не получается в любимое съездить. Вот и все. Поэтому уже едешь, как говорится, куда остаются места. Особенно, как мы брали в последнюю минуту. Уже выбора-то особо и не было. Все было выкуплено. Поэтому всего вам хорошего и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Удачи! Удачи!